Королева российской эстрады Аллы Пугачевой. Звезду на сцене лучше один раз услышать. Какова она дома, вы могли сегодня увидеть в программе Ирины Вдовиной. Из совсем другой Аллы Пугачевой, деловой женщины, я предлагаю вам познакомиться сейчас. Если бы присвоение титула «Национальное сокровище» практиковалось не только в Японии, но и в России, наверное, первой его бы удостоилась Алла Пугачевой. В Нижний Новгород Примадонна прибыла на два дня, и не только с концертом, но и в качестве посла детского фонда. У каждой актринцы мира есть какие-то свои маленькие обязанности по большим проблемам. Не потому что Алла Пугачева просто так, как капля в море, но сейчас, так сказать, моя учитель разрешена. Я думаю, с детьми, и один, так сказать, аспект, это прежде всего род дома, потому что это самая главная большая проблема поколения. То есть, когда поколение рождается, оно должно рождаться в мире. Вот храмы настроены, праздником готовимся. Праздник начинается с рождения, с появления младенца на свет. Во время встречи с губернатором Нижегородской области Алла Борисовна первым делом попросила познакомить ее с кем-либо курирующим в Нижнем Новгороде родильные дома. Так как доведение отечественного рода вспоможения до мировых стандартов она считает одной из наиболее актуальных проблем. С мужем, значит, с мужем. Без мужа, значит, без мужа. Я, например, часто говорю, мужа не допустила. А если меня обяжут? Нет, нам сказали, теперь с мужьями рожать. Также речь зашла об установке в детских и медицинских учреждениях приборов для очистки воды. И здесь Ивану Склярову было чем похвастаться. Теперь, может, даже проблемку выслушайте, Иван Петрович или Ульсу? Ну, Алла Борисовна еще является сопрезидентом общероссийской области. Сопрезидентом, не надо. Сопрезидентом. 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 Такие люди, как Быков, Николай Петров, Ишпай, Рязанов. И Пугачев. Да, собрались мы для того, чтобы большую проблему решать с авторским правом. Я не должна зарабатывать деньги на концертных площадках. Практически мне концерты и туры нужны для промоушен. Как иностранное слово промоушен такое. То есть для того, чтобы как бы рекламировать свой компакт-диск. Все. А основные деньги, на которые должны жить и как-то обозначаться талантливый человек или неталантливый, это степень продажи этих компакт-дисков, книг, брошюрок, видеопродукции. Практически мы ничего не получаем от этого. Будем, конечно, сами уходить, но заручиться вашей поддержкой. Да, и птички, как что-нибудь, я не знаю. Излишне говорить, что поддержка была с восторгом обещана. А в качестве подарка от нижегородцев Примадонни преподнесли икону Серафима Саровского и вышитую шаль, которую Алла Борисовна тут же решила использовать в качестве одного из дополнений к сценическому костюму. Ну а для верующих...